Про умные часы для взрослых у нас уже есть много видеороликов, а про часы для детей расскажем, похоже, в первый раз. Здесь у нас Huawei Watch Kids 4 Pro с сотовым модулем и даже камерой. Сейчас всё расскажу, с вами Гзбетиком, поехали! Чем вообще детские часы отличаются от часов для взрослых и зачем они нужны? Нужны они в первую очередь родителям для их спокойствия, что с ребёнком всё в порядке. Видеть, где он, иметь возможность в любой момент связаться, а ещё полностью контролировать доступные ему функции. И почему-то большинство детских часов большие, будто надувные. Может быть, это цена особой защищённости, но вот здесь корпус сделан из пластика, хоть и выкрашенного под металл. С другой стороны, эти часы точно выглядят надёжнее и серьёзнее, чем большинство других детских моделей на рынке. А может, детям в самом деле так нравится? Может, они воображают себя посланниками трансформеров? Меня в этом ключе беспокоит только то, что детям с такой массивной штукой на руке может быть просто неудобно заниматься детскими делами. Бегать, играть, беситься. Но экран тут утоплен в корпус, а пластик наверняка прочнее самого ребёнка. Поцарапает наверняка, а вот сломает вряд ли. У часов приятный силиконовый ремешок, правда, крепление здесь нестандартное. Есть две кнопки. Одна включает и возвращает к циферблату, а вторая называется фан. Но на неё можно назначить любое предустановленное приложение. А по бокам от экрана есть два светодиодных индикатора, опять-таки для разных приложений. Huawei не говорит, на какой операционной системе работают Watch Kids 4 Pro. Но даже если это Harmony OS, как у других моделей, то она сильно урезанная. Интерфейс тут другой, попроще и нельзя устанавливать приложение. При этом работают часы очень шустро, и экран, кстати, тоже отличный. И вот с этими двумя вещами обычно всё очень грустно в детских гаджетах, а здесь, напротив, хорошо. Обычные часы Huawei настраиваются через положение Huawei здоровья, а детские через FAM Care. Это, видимо, от Family Care, семейная забота. Оно есть и в Web Gallery, и в App Store, есть даже русский язык, причём перевод хороший. Да и вообще, приложение очень функциональное. Самое главное — это, конечно, возможность посмотреть, где находится ребёнок. Отсюда же можно позвонить ему голосом по сотовой сети, написать сообщение через чат или сделать видеозвонок. Качество видео так себе, но визуальный контакт всегда лучше, чем просто голосовой. А чаты могут быть или один-на-один, или групповыми. В них есть голосовые, куда уж без них. Что ещё? В настройках задаётся список администраторов, то есть родителей, ну или, может, бабушек и дедушек. Они могут управлять часами и менять настройки. А если указать расписание уроков, то в это время ребёнок сможет только смотреть время и звонить тем самым администраторам. Ну и спасателям, конечно. В разделе «Здоровье» видно, сколько ребёнок прошёл шагов. А ещё, и такого нет, кажется, ни у одних взрослых часов, можно посмотреть, сколько времени ребёнок провёл на улице. Всё потому, что у часов есть датчик ультрафиолета. Что с этими данными делать, взрослый решит, видимо, сам. То ли выгонит на улицу, догуливает, то ли приведёт домой к книжкам. Ещё здесь можно задать список безопасных зон. Когда ребёнок приходит в них или уходит из них, взрослые получают уведомления. Почитать смс-сообщения, которые пришли на часы, тоже можно. Насколько это этично — отдельный вопрос. Но вообще сейчас по смс пишут, наверное, только всякие роботы и спамеры. Интересная функция награды. Ребёнку можно дать задание, например, убраться в комнате или почистить зубы. Когда он сделает то, что требуется, он получит награду. Просто виртуальный значок «Молодец». Про безопасность тоже подумали. В настройках можно запретить входящие вызовы с незнакомых номеров. Они просто никак не будут отображаться. Можно удалённо выключить часы, а можно наоборот запретить выключение кнопки питания. Чтобы зайти на часах в глубокие настройки, нужен пин-код, который можно посмотреть и изменить на смартфоне. А вот чего не хватает, так это индикатор того, находятся ли часы на руке или нет. Может быть то, как устанавливается сим-карта, это тоже часть продуманной концепции безопасности. Сначала нужно открутить винтик, а потом подцепить лоток. Для этого всего в коробке есть специальный инструмент, и его придётся хранить. Хотя в принципе можно обойтись и без него. Нужны только мелкие крестовая и плоская отвертки. На самих часах развлечений не очень много. И основное это тренировки и турниры. Собственно тренировки по умолчанию вызываются кнопкой «Fun», то есть веселье. И веселиться можно тремя способами. Прыгая на скакалке, плавая и качая пресс. А турниры это когда ребёнок соревнуется в шагах, прыжках на скакалке или качании пресса с другими пользователями таких же часов. Либо знакомыми, либо случайными со всего мира. Сейчас эти умные часы уже продаются в России и стоят 13 тысяч рублей. Ну и можно выбрать цвет. Huawei не говорит, что один вариант для мальчиков, другой для девочек. Но вот просто есть синий и есть розовый. А с вами был XBT.com и это Huawei Watch Kids 4 Pro. Расскажите в комментариях, что думаете о детских умных часах. А если видео понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо, что посмотрели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok